Добрый день, дорогие родители! Проект «Школы Австралии. Рождественский адвент» и вопрос сегодняшней самой любимой рейтинги. Мы их просто обожаем. Это самое главное является самым главным критерием выбора школы у русскоговорящих родителей в Австралии. И мы используем сайт, который называется Better Education. И смотрим на рейтинги. Смотрела ли я на рейтинги, когда выбирала школы своим детям? Нет, я не смотрела на рейтинги. Я уже написала и записала аудиоподкаст о том, как мы выбираем школу. Но неважно. Давайте ответим на вопрос. Почему мы не можем найти школу в списках, а ее нет? Там что, все плохо? Ну и туда же мы можем добавить вопрос. А что же делать, если школа на 523 месте? Да? Я не знаю, какая школа на 523 месте. Посмотрите внимательно. Ну что такое рейтинги? Смотрите, рейтинги составляются по какой-то статистике, которая нам доступна. Какая статистика существует в школах Австралии? Да, вот какие такие инструменты, измерения, достижения школьников существуют в разных штатах? У нас есть один общегосударственный экзамен в 3, 5, 7, 9 классах, который называется «На план». Это статистика, которая доступна. Это одно из средств, которые мы берем и смотрим, кто хорошо себя ведет и кто себя плохо ведет. Что может еще присутствовать как средство измерения результата? Ну, естественно, по окончанию школы 12 класса мы публикуем данные о том, как дети сдали экзамены. И если какое-то количество этих детей набирали проходной балл в университет, мы можем также посмотреть на эту статистику. Ну, вот примерно и все. Внутренние результаты тестирования, которые в каждой школе разные. Школа, если бы даже публиковала публично, то сравнивать школы по таким тестам очень даже глупо, потому что в одной школе измеряют одним образом, в другой школе измеряют другим образом. Ну и как в таком случае сравнивать? Поэтому, если в вашей школе нет вот этой публичной статистики на плана и 12 класса, тогда в рейтинге она не попадает. Возможно, школы только средний поток, middle campus, middle school, 9 и 7 классы, весь на план, который существует, мы можем посмотреть на каком это уровне. Но оценок выпускных классов там нет. И поэтому эта школа не присутствует в списке рейтингов Better Education. Теперь, отвечая на популярный вопрос, ну а как важны эти рейтинги? Я хочу вас оставить с такой мыслью. Смотрите, рейтинг школы – это собирательный образ этой школы, поэтому я бы смотрела на рейтинги в динамике, то есть ее рейтинг за 10 лет. Потом я бы посмотрела социально-образовательный статус этой школы, то есть какое преимущество имеют дети этой школы в плане их демографической принадлежности. Кто родители у этих детей? Эти родители имеют дома компьютер, который доступен ребенку, у них каждому ребенку доступен компьютер, у них есть дополнительные деньги на репетиторов, эти родители развивают своих детей, они записаны на разные развивалки. Что происходит в этих семьях? Ну, понятное дело, чем больше денег, тем больше возможностей. То есть у этих детей обязательно присутствует вот это преимущество социально-образовательное, скажем так. Так, теперь, ну хорошо, если в этих рейтингах оказалась какая-то школа частная, допустим, ну, мое личное мнение, что все частные школы, которые входят в промежуток ценовой от 30 тысяч долларов в год, это селективные школы. Почему они селективные? Потому что семьи были выбраны из количества людей, которые могут себе позволить такую сумму и не за одного ребенка. Ну, естественно, если у людей присутствует эта сумма, она, ну, понятное дело, может быть, она взялась из какой-то криминальной активности, да, но в большинстве своем эти люди high professionals. И если эти люди high professionals, то мы предполагаем, что ожидания от детей у них точно такие же. То есть, опять же, школа выбрала детей, контингент, семьи, из которых лепить намного легче. То есть у них уже есть преимущество. Вот и рефлексируйте, откуда берутся рейтинги и заслуга ли это только школы. Ну да, в какой-то школе сам посыл, сама философия очень важна, и это философия. Мы все идем в университет, мы все пашем, мы стараемся. Ну, это селективная школа, мы о них обо всех знаем. Если же школа обычная, государственная, и она каким-то образом залезла в эти рейтинги, ну, то есть у нее все вот эти вот факторы высокого демографического уровня, социального, высокого уровня образовательного родителей присутствуют, и этим детям помогают. У них есть репетиторы, правильно? У них есть дополнительные развивалки. И поэтому рейтинг школы высокий. Но есть очень важная штука. Это когда школа, которая не была высока в таблице рейтингов, но за какой-то промежуток времени она прыгнула, допустим, на 200 мест. Вот для меня это, наверное, самый главный показатель того, что в школе происходят какие-то положительные вещи. Возможно, там была смена лидера, которая привела к тому, что школа превратилась в цветочек. Вот эту динамику наблюдайте, когда обычная школа, у которой были обычные результаты, но за какие-то 5-10 лет она просто прыгнула вверх. Вот эта динамика очень положительная. С этим вас и оставляю.